Здравствуйте дамы, здравствуйте господа, с вами Ультрест Азурлейн и сегодняшней темой видео являются анонсы со стрима разработчиков, касающиеся советских кораблей. Из важных новостей, с которыми следует разобраться сразу же, отвечу на вопрос, Аврора, тот самый легкий крейсер советский, будет добавлен в гачу на время ивента. Так что ура, возрадуйтесь, этот самый элитарный эксклюзивный корабль теперь можно будет получить особо не напрягаясь. Также складывается мнение от разработчиков, что вот этот советский ивент для них является действительно чем-то очень большим и очень крупным, потому что столько всего анонсировано, столько всего сделано, это прям очень даже интересно. Ну и давайте для начала рассмотрим корабли, которые были здесь анонсированы. Самому интересно я постараюсь также немножко сделать какие-то предположения, я знаю вы любите когда я вангую, вот постараюсь немного вангануть о данных кораблях. Первый корабль, который мы сейчас рассмотрим, называется Память Меркурия. Легкий крейсер в фиолетовой редкости. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну, вообще-то посмотреть мы не можем, потому что ни скиллов, ни статов еще нету, но есть какие-то исторические данные, которые я смог найти, это не так уж сложно сделать. И можно сделать предположение, ведь разработчики ведь тоже будут отталкиваться от исторического применения данного корабля и также его чертежных и реальных технических характеристик. Так вот, дело в том, что этот корабль изначально назывался Кагул, потом его переименовали в память Меркурия, потом при Советском Союзе его вообще переименовали в Каминтерн, у него были паровые котлы до конца его срока эксплуатации, именно паровые, вот те самые древние котлы. Это не очень круто. Сами видите, ходил он под гигантским количеством флагов, тут в статье написано, вот вверху прям служба и целая куча флагов. Предположительно, но не доказано, по слухам он даже под немецким умудрился засветиться, и даже Маяковский упоминал его в одном из своих стихотворений. Дальше рассмотрим линкор фиолетовые редкости. Гангут, также известный как Октябрьская революция, но у нас он будет известен Гангутом. Выглядит он очень сильно похожим на Цепелин, сами посмотрите на нее. Также мне очень нравится, как вот выглядит вооружение по бокам у нее, вот так выглядит прям очень-очень как-то опасно, жутковато. Мне нравится, очень прикольно. Заложен он был еще при Царе, кстати, я бы уж ничего не поделаешь, он действительно старый, но выведен из состава флота в 56-м году, и успел засветиться очень много где, и в Русско-финской войне, также он был во Второй мировой войне, и много делов там успел натворить. В общем, его модернизировали, поэтому он не должен быть прям совсем ужасным по характеристикам, и у меня есть... Ну тут, понимаете, такая вот проблема. Линкоры, если они не золотой редкости, и, кстати, золотая редкость вообще не гарантия, но если они не золотой редкости, вот как вы много хороших линкоров можете вспомнить не золотой редкости, ребята, вот положа руку на сердце, вспомните, ну хотя бы там штук пять. У меня что-то в голову вообще, кроме ситуативной Аризоны, что-то в голову ничего особо не лезет. Есть, конечно, еще Хьюга, она там может дела натворить, она тоже прикольная, но вот такие не золотой редкости я вспомнил два. Я специально заходил на Википедию, смотрел список линкоров, нету, нету ничего прям такого из ряда вон выходящего, и это какая-то прям трагедия. То есть я не думаю, что оно прям будет, вот прям выносящие мозги, супер-пупер крутой, честно, нет. Вот фиолетовые или синенькие какие-нибудь эсминцы бывают нормальными, крейсера, а вот с линкорами как-то, ну надеюсь, надеюсь, конечно, она эту традицию прервет, которая существует в Зерлейне, но гарантии нету. Но из важных исторических событий все-таки следует упомянуть, что в нее в 1928 году врезался та самая крейсер Аврора. Причем врезалась основательно, и потом пришлось как следует Гангут заштопывать. Щипаев Легкий Крейсер. Казалось бы, такое стильное, такое мощное название. Заложен в 1939 году. То есть, казалось бы, прям вот, ну не то, что прям, наверное, вершина какой-то научно-технической мысли, но как минимум он должен быть очень хорошим, потому что он как минимум не устаревший и не на паровых котлах. Что же пошло не так? Почему такой обалюсенький кусок статьи в Википедии я вам сейчас показываю? Объясняю. Такая неловкая вещь возникла в его существовании. Да, действительно, строительство начали в 1939 году, но когда началась Вторая мировая война, его решили не доделывать, и вот так вот решили после этого его доделать только к 1950 году. Представляете? То есть, он фактически на момент своего уже введения в эксплуатацию был уже устаревшим почти сразу. Он стал учебным легким крейсером, и в конце концов, в 1964 году его отправили на металлолом. Но зато этот корабль называется в честь Чапаева, что вам еще нужно, как говорится. Далее рассмотрим Ташкент, эсминец фиолетовой редкости. Итак, что мы имеем? Он действительно был достаточно новым проектом, интересным, там были какие-то свои технические мысли, технические измышления. Говорят, он был очень быстрым, ну в сравнении с конкурентами, с соседних, так сказать, аналогов, которые были у других стран. Но из-за каких-то там особенностей конструкции, не очень твердой, вот с этим вот возникали какие-то свои проблемы. В 1942 году, он действительно успел повоевать как следует, в 1942 году его разбомбила немецкая авиация во время обороны Новороссийска. Ну а в 1944 году, сами видите на экране писать в 1944 году, выведен составом, в 1944 году просто подняли его останки. Не очень везучий корабль, но с другой стороны, на него возлагали большие надежды, технически он должен быть хорошим. Минск, фиолетовый эсминец. Ну, знаете, если был бы корабль с минусовым показателем удачи, то я полагаю, это был бы именно Минск. Казалось бы, что такого? Начали уже строить в Советском Союзе, то есть он технологически не должен быть отсталым. Какая-то своя хорошая база у него должна быть научно-техническая при его строительстве. Это, конечно, так в теории, но на деле строить его было тяжело, строить его было трудно. Строили его очень долго, целых 4 года. Постоянно что-то шло не так, постоянно что-то приходилось переделывать, потом переделывать, потом переделывать уже то, что переделали. Это настоящий кошмар, ужас. И впоследствии все свои годы существования, да, он засветился там в разных войнах, и тем не менее, ну, в Второй мировой, в русско-финской. И тем не менее, проблема, ребята, настоящая проблема, потому что у него постоянно что-то ломалось, кто-то в него попадал, где-то он там заваливался, что-то там он где-то начинал тонуть. Постоянно ремонт, 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 много ремонта. И в конце концов, его превратили в плавучую мишень, уже вот после всех этих событий, в 58-м году в плавучую мишень, и расстреляли ракетами в Финском заливе. Вот примерно как-то так. Эсминец Грозный. Был введен в эксплуатацию в 2004 году, выведен в 2025, Советский Союз, так сказать, не нуждался в ее услугах, и поэтому не использовали, вот прям от слова, вообще разобрали на металл. Ее звездный час этого корабля был именно в русско-японскую войну, где там как следует засветился, и почему бы и нет. Как минимум, звездный час состоит в том, что это один из трех кораблей второй Тихоокеанской эскадры, достигших Владивостока после Цусимского сражения. Ну вот по большому счету и все, что можно сказать о данном корабле. Много это или мало, решайте сами. И наконец-то мы добрались до примы-балерины данного видео линкора Советская Россия. Большой, красивый и опасный линкор, рассмотрим его поподробнее. На самом деле это вообще-то прототип. Да, построен в самом деле он не был, но по бумагам, по цифрам, по чертежам сходилось, что это прям настоящая царица Марией, вместе, разумеется, со всеми остальными кораблями из этого класса. Ну как класса, это назывался тип Советский Союз, или также известны были линейные корабли проекта 23. Так вот, эти корабли, их объединяло то, что они должны были стать действительно очень такой большой, доминирующей силой и в море, и в океане. Более того, рассматривалось, что на них будут использовать пушки 406 мм Б-37, и судя по тем цифрам, по данным, по показателям, говорят, что это действительно просто отличные, великолепные орудия. Но проблема оказалась в том, что началась война, и делать их казалось слишком дорого, и корабли дорого делать, и пушки эти дорого делать, и вот как-то все немножко застопорилось. Но также этот ствол еще и критикуют, потому что говорят, что он недостаточно живучий, то есть мог выстрелить всего где-то около 150 раз, а потом его нужно демонтировать и ставить новый. Правда это или нет, не знаю, потому что одни историки говорят одно, другие говорят другое, но факт остается фактом, что у нас в игре нет такого показателя, как живучесть ствола, так что его можно использовать сколько угодно. Неизвестно, будет ли введено данное орудие в игру, но факт того, что изначально этот линкор предполагался быть таким жестким крупнокалиберным, вселяет большую определенную надежду, что он будет хорошим. Конечно, вы можете сказать, что родни и Нельсон тоже теоретически обладали 406-мм пушками, а где они у нас в Азурлейне, но тем не менее, я все-таки надеюсь, что этот линкор, ну, как обычно бывает, баражный линкор с какого-нибудь ивента, попадает в тир-1 тир-листов, я во всяком случае на это надеюсь. Было бы приятно, если бы ей прикрутили какой-нибудь жесткий бараж. Ну и также из-за пафосного названия, вполне возможно, может быть, он даже будет давать какие-нибудь национальные бонусы, кто знает. Про крейсер Аврора я говорить не буду, потому что, сами понимаете, и так корабль уж слишком известный, на это прям чуть ли не отдельное видео надо делать, вот так походи не расскажешь особенно. Касательно других анонсов, вот так выглядит баннер данного ивента, выглядит неплохо. Также вот советская рамка, которую вам сейчас предлагается, часть заданий уже начать выполнять, а часть заданий будет введена с вводом советского ивента. Вот советская рамка для чата, по-моему, выглядит очень круто, с медведем даже, очень стильно. И будут введены новые пушки, которые можно будет, возможно, как-то там достать из магазина, но смысл в том, что эти пушки на эсминца, предположительно, Ташкента, и на легких крейсеров, предположительно, на Чапаева, смысл в том, что, возможно, этим кораблям будут даны какие-то скиллы, которые будут как-то улучшать взаимодействие с данным конкретным орудием, было бы неплохо. Помимо всего прочего, были показаны Дорм и скины в тематике Тюрьмы, и, если честно, мне неприятно на это смотреть, мне тяжело на это смотреть, это довольно душащее зрелище лично для меня, поэтому, надеюсь, вы меня простите, но это зрелище меня деморализует, и поэтому я это показывать не буду. Я оставлю ссылки на твиттер разработчиков, японский, английский, вот там, когда все это опубликуют, можете смотреть, наслаждаться. Дело ваше, не осуждаю, хотите, можете даже эти скины купить, опять-таки, дело ваше, я ничто вам не навязываю, но и меня поймите, этот канал, это хобби, и я не хочу подобную публиковать у себя на канале. Не хочу этого касаться даже 18-метровой палкой. Поэтому это последний раз, когда я говорю о вот этих вот скинах. Смысл в том, что я не могу повлиять никак на эту ситуацию, да, ну, я же не могу там запретить кому-то там что-то покупать, или не могу запретить разработчикам это, конечно же, делать, не могу, но я могу на своем канале пройти мимо этого, мимо. Если у вас будут какие-то вопросы насчет, а что ты думаешь насчет вот этого скина, вот этого скина, вот этого скина из данной тематики, просто посмотрите мое видео на скин Авроры и вставьте название скина любого другого из данной коллекции. Лично для меня этого контента в игре не существует, а пожалуйста, не пишите под видео с пачноутом, ааа, ты забыл упомянуть скины, и дором. Нет, ребята, не забыл. Конечно, я мог бы, по примеру Культаса, после вчерашнего анонса записать штук 20 видео, где я бы рассказывал, почему мне вот этот вот скин не нравится, вот этот, вот этот, но я не хочу ныть и портить людям настроение, честное слово. Я высказался один раз, и на мой взгляд этого уже достаточно. Лично я не хочу ни другим людям, ни себе омрачать праздник, хоть и немного горький, введение советских кораблей в Азурлейн. Но раз уж мы теперь с этим разобрались, все, что я хочу сказать, все, что я мог сказать, я сказал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, если я где-то исторически что-то не так сказал, то пишите, я закреплю ваш комментарий, почему бы и нет. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok